В моей жизни был случай, когда, вы знаете, к нам, мы только поженили женой, приехала нам тетя из Риги, и она сказала, дети, мы хотим вам дать материнские наставления. И она сказала случай, семья большая, муж больной, дом молитвный строит, надо зарабатывать. Как? Она пошла, взяла патент, пермишника по-нашему, и начала швея строчить, и сделала женские сарафанчики, выходила и продавала. И, знаете, написано, благословение на голове запоминала, как написано, продающих, братья, так написано, да. Поэтому она продавала, имела выручку на семью, на молитвный дом, но, вы знаете, бизнес вырастал, и она уже по ночам стала шить. Знаете, уже спать хочется, не туда пошла, ничего, пойде, приходит на базар продавать, а масло остановилось, не клюет, не идет. Она вот, такси, на другой базар, там лучше бы, и там и. Но она духовный человек. Она пришла домой, Господи, а что, в чем дело, почему остановилось масло, почему не берут, не покупается? И Дух Святой говорит, дочь моя, запомни, все, что ты делаешь, делай от души, как для... Спасибо, как для Господа. И все, перестрочила, все брала, вышла на базар, продала на несколько ниже, и пошло и снова. Поэтому, друзья, вот так в нашей жизни мы давали обещание служить Богу, доброй совести. И я недаром сказал, мы начинаем служение наше миссионерское. Знаете, в Иерусалиме, на работе, с родителями, когда мы служим, когда мы что-то кому-то даем, когда кому-то мы помогаем, как это мы делаем? Просто так, да, от нас, да ладно, чтобы осталось. Или это дело, как для Господа. Кто-то пришел тебе домой, что ты делаешь? Даешь продукты, служишь, знаешь, что в лес этого брата и сестры пришел Господь. Так, как вы сделали одному из наименших, как сегодня брат читал, сделали кому, брат? А ну-ка, напомни, Господу, послушайте внимательно, со знаком качества. И если я это не делаю, вы знаете, все, я отвернулся, да, я нормально, я помытый, побрытый, но я духовно уже non-close, я не близко, и так дальше. Вот это вот опасно.